Каманина Марина Два дня без перерыва варила сыры Сыры на самом деле очень вкусные И что там, покупайте закваски у Марины Вот видите, народ до сих пор ходит И действительно народу очень много было Скорее всего у Марины народу было больше, чем у всех крыльководов и так далее Марина, тебе большое спасибо Люди, покупайте у ней закваски Вам спасибо, Алексей Евгеньевич Да я тебе поцелую Спасибо большое за предоставленную возможность Спасибо нашему сайту и вам лично Да, давайте Это остатки сыров Да мы уже все съели Это остатки сыров Остатки сладких Мы уже все Сыры разные Это вот хлеб Это плавленый здесь Это Наталья готовила Плавленый сыр У нас готовила Наталья Очень вкусный Сквозь его творога И сколько было разных видов сыра Ты все-таки сварила Мы сегодня варили моцареллу Варили чечил То есть это Ну она же разная получается Моцарелла, чечил, косичка Потом вчера мы в Российске варили фету И Наталья делала плавленый сыр За два дня мы сделали пять видов сыра А сколько молока истратили? То есть вчера литров десять Наверное И сходя пять Семнадцать литров Отлично Семнадцать литров Наталья принесла, да? И десять литров Наталья, подойди сюда Какой ник на портале? Мэри Восемьсот семьдесят один А у тебя? Гринвомен Вот А меня зовут Положайный Алексей Евгеньш Если что Спасибо, фермер Сходя буду варить Моцареллу Либо косичку чечил В общем, что получится Ну, в принципе, без разницы Закваска на эти сыры одинаковая Обычное молоко у вас? Да, у нас коровье молоко Ну, жирности Полное жирности Нормальное Неснятое молоко Чистое молоко Пачку лимонной кислоты Где-то на пять литров Высыпаем половину Да Сколько там грамм? Здесь 30 грамм Ну, где-то 15 грамм Так что там Ну, три ложки чайные полные прям Один момент Молоко должно быть ледяное Чтобы оно не свернулось преждевременно Нам нужно ледяное молоко Только в таком случае Кислота может Ну, раствориться в молоке И не свернёт молоко Да Ну и холодильник Попадать не будет? Холодное Да, прям холодное Холодное Хорошо, чтобы вообще не осталось Никаких комочков Можете так сделать Ну, не знаю Я сыплю напрямую На начальных парах Наверное, лучше разводить Потому что Если вы не уверены в себе Лучше развести водой И потихонечку вливать Что? Какая жирность Здесь полная жирность Полная Сколько? Ну, подоили Подоили Охладили И вот Готовим Молоко не пастеризованное Не пастеризованное Мы его не кипятили Это свежее фермерское молоко Естественно, со всеми справками Со всеми Хорошим молоком Точно так же использовала Точно так же использовала Даже на хозье Можно чуть-чуть побольше Брать лимонной кислоты Потому что Оно туда плавкое очень Вот сейчас все растворим Ставим нагревать Нам нужно нагреть До температуры 29 градусов Ну, в общем, пока нагреваем До 29 градусов Я могу пока показать Что у нас вчера еще получилось Интересного Не, ну, может Может у вас звук напоречит В общем, она сняла Так, я туда Оно должно закипеть Нет, до 29 градусов Открываем Температура внесения закваски Ну, где-то 27-29 градусов А вчера мы еще делали российский Кто вчера был? Вот Мы, в общем, что с ним сделали Мы решили, что все-таки долго Все это будет Соль Раствор В общем, мы решили его обмазать Солью Обмазали Специями Специями То есть у нас есть базилик идет И Итальянская трава В общем, получается Сушеный И это российский цвет, да? Ну да Мы его по другому только сделали Он еще не созревший Но мы его будем пробовать Ну, там есть дырка? Ну, так он не созревший Вот я показываю, пожалуйста Какое интересное средство Посмотрите, какие дырочки Смотрите Он очень-очень Я считаю, что это для одного дня Это вообще, можно сказать, идеально Что-то мы рядом были Да, видимо, знаете Энергия, энергетика от людей Вот настолько вот просто Ну, честно, мне самое нравится Насколько он получился Хороший цвет такой Наташи, ты собираете? Или клепку? Нет, мы ничего не добавляли Это фермерское молоко Которое вот Девушки нет Которое мы брали Молоко, ферменты, закваска И все И все Больше здесь ничего нет Дырочки от закваски взялись А, конечно А вот это количество из каких? Вот здесь мы варили Ну, чуть не полное До 7 Чуть-чуть не хватило Что мы в магазинах продают Попробуйте В магазинах Надают пальмовое масло В магазинах Вы не покупаете Сыр Я говорю Лучше берите у фермеров Кто занимается сырами Кто занимается этим Пробуйте Берите Здесь нет Е Е Е Е Бесконечный Там Без консервантов Натурально Минем 10 дней Чтобы более-менее так созрел 14 Я говорю 14 градусов Нормально Вообще Российский созревает полностью За 40 дней Вот 40-45 дней Когда сыр бывает На зубах скрипит Чуть-чуть фермера переложили Переложили А у меня тоже такое бывает Но здесь, наверное, у нас не приезжает Дня 3 подлежит и пройдет За 3 дня он проходит Он отреживается в холодильнике Виктор раз половину забрал, да? Приглашаю тебя Это какое мы дали? Так Да, вот знаете, как делали? Вчера мы российские Вы пробовали вот сейчас российские? Вчера мы добавили в сырное зерно соль Уже, да Мы уже добавили в сырное зерно Потому что, ну понимаете, здесь условия выставки Мы не можем целые сутки, чтобы оно в соли лежало Переворачивать постоянно А вообще проснули Солим И потом оно сливает в холодильнике У меня вот сырный холодильник Специально Я переворачиваю Сначала каждый день Потом через день Можете туда добавлять? Ну, вообще чуть-чуть, конечно, масса Как бы свойства изменяет Здесь вот Здесь я добавлю Но я вот не знаю, когда я, наверное, Может, при добавлении добавлю Потому что, может, в соли маленько полежит Получится, а погуляет народ Здесь как на тройнине ляжется Мы сегодня, да Мы сегодня, да Мы сегодня, да Мы сегодня... А? Из 5 литров Вот там, да Вот этого? Из 5 литров это было... Здесь у нас было... 800 Но дома у меня вот почему-то получается Из 5 литров Сейчас скажу Почти килограмм Из 6 литров килограмм у меня Ну, в общем, процесс тот же самый Мы теперь подогреваем молоко Мы внесли лимонную кислоту В ледяное молоко А, конечно, конечно Томаты Получается томат сухой Молотый И базилик И соль морская Солили это все морской солью Вкусно? Нравится? Нравится? Лучше, чем в магазине Вот так вот Ставим в оденце Какой ты стена Вообще, да? Он на слизи смотрится У вас любой клиент С руками, с ногами Оторвает Наташа Наташа На слизи смотрится Да 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 Сейчас вот добавится еще И сейчас мы будем думать Потом опять понадобится Ну, лучше, вообще, обязательно Смотрите Красиво Вообще красиво Молочным молоком заниматься Совсем выряднее Конечно Многие там делали Идея Так и делали Так Кстати, хлебешек нам нужно На полочке нарез Тони завтрак Приглашаем к столу Сейчас Да Сейчас Да, сейчас А вот такое А это такое уже А это такое уже Не, ну там все ставлено Написано, что надо Да Умеете делать, девочки Спасибо Какие сами, такие сани Спасибо Пожалуйста Приходите еще Ну ладно Я пошутил Деньги брать не буду Из вас За рекламу Попробуйте Попробуйте Давайте бутербродик Пожалуйста Сейчас Секунду Я сейчас все намажу Это очень хорошо, потому что это резкие еще цельчатки. Это плавленый сыр. Это Наталья делала вчера плавленый сыр из своего домашнего творога. И свой творог из позднего молока. Это нереальное. Это на позднем мы вчера делали. То есть, что мы в магазинах покупаем, это вообще все, что все это рядом вообще не стояло. Я только обнимаю, что солью переполщил. А мне у вас это покупать. А вот рецепт поднесу вас. Я могу вам дать телефон, я здесь. Это закваски вы можете взять у меня для сиропа, например. Если вы хотите уже готовые продукты, пейте, пожалуйста, к Наталье. Я вам сейчас дам телефон. Наталья вам даст телефон. Вкусно? Не ожидал, что будет. Ну что, посоли как? А ты переживала. Ну, это вообще не стоит. Хотя мне будет. Я не знаю, как это не стоит. Меньше можно. Ну вот, мне еще нос воротит, что позднее. Есть же такие. Берем закваску. Я в мешок в магазине, вы не получите. Можно даже здесь небольшой. Да, это бактериальная закваска. Бактериальная. Я сейчас не буду разводить. Вообще, конечно, на первых парах нужно ее. На первых парах, когда начинается, чтобы... Но все равно, чтобы не можете точно не считать, что это... Или есть, чтобы подкорчевать, чтобы что-то не получится. Лучше развести в молоке и дать ей постоять. Хорошо? Вот так. Но я... Мне уже не первый месяц, это захваска. Захваска и фермент – это две разные вещи. Захваска дает вкус молоку и вот эти вот дырочки, да, тоже свойства молока меняют. Фермент тоже меняет свойства, но он молоко ферментирует. То есть, вот на маску. Сейчас захваска. Сейчас идет захваска. А вообще я высылаю ее, если нужно. Я работаю по всей России. У меня с Магадана есть заказы. То есть, как бы... И на Магадане сырвались. 29. Сейчас мы будем добавлять фермент. Сейчас вот чуть-чуть захваска поработает, прям буквально 5 минут. И следующим я добавляю фермент, разведенный водой. А что у нас? Сколько градусов? До 34 градусов. И при 34 градусов вносим фермент. А потом он у нас ферментируется. Получается такая плотная масса. Это и он резок. И все это 34 градусов. Два часа? Нет, почему два часа? А, вы не говорите. Не знаю, два часа. Нет. Вот сейчас, как посмотрите, процент. Или вы не можете смотреть? Неоторопимо. Вам отключиться надо. Вот вы сейчас подождите, пока я фермент принесу. И потом можно будет минут 30-40 умолять. Заказ, что можно мешать. Берем фермент. Ну, в общем, прям вот водичку высыпаем. Вот так вот. Водички немного. 1,32 м. Ждем сеанских кроликов на экспертизу. И хорошо-хорошо перемешиваем. Хорошо перемешиваем, чтобы он полностью растворился. Молоко подогреваем до 34 градусов. 34 градуса температура внесения фермента. У меня, вы знаете, у меня прям идет набор для сыра. То есть в нем один фермент, одна сахваска. Это называется один набор. И вот Наталья постоянно делает просто. У Наталья у меня постоянный клиент на заквасках. То есть она делает постоянно. У нее уже тоже куча клиентов на сыр и на все, как дает. Клиент на сыр. На сыр, да. На сыр подает. Сыр, молоко, творог, йогурт. Все это на заквасках. Только используем молоко. Вот Наталья другая. Здоровье молоко. За день, я реально из 80 литров могу обработать. Ну, было до 40, как бы, это не сложно вообще. И причем я одновременно три вида сыра варила. Варила фету, голландский и моцареллу в один день. Хорошо, хорошо. Мне хотелось бы вот мнение узнать, что участников, кто-то на семинаре вообще пошли, интересно, приедали. Как вообще понравилось, не понравилось. Все, все равно, вот сейчас она придет закваска. Все, фермент внесли и ждем. 40 минут где-то. Вносим фермент. Молоко подогреплено до 34 градусов. А уже с мнением все поделились. Вот, пожалуйста. Можете вот... Очень нужная, очень. Марин, а хотелось бы посмотреть на сыр, который 40 дней у вас. А, и вчера все купили. Сарусы? Ну, хоть попробуйте. Ну, нет уже. Сравнивать с магазинным как? С магазинным сравнили? Нет, ну, вы же попробуйте. А сколько граммов носительное количество? Ну, как лучше, очень. Я не могу сказать, они все разные активности. То есть у меня уже, я могу брать упаковку, и все, и все. Если вам нужна закваска, то у меня есть по 10 или 30. Кирилл, так, должен идти, тут уже 40 лет, тут 2 месяца. Нет, у меня интересная. Да, ходила. Да, не ходила плавно. Да, вообще не смотрится. Делаю на 10 тоже, поэтому... Вот их я побольше, можно? Да, можно 2. И как же? Можете попросить продать, да? Да, сейчас, вот, тихо-тихо-тихо. Солених поцарелли. Солених поцарелли. Солених поцарелли. Перестоленый, реально, да? Перемешали? Нет, он же не... Да, я сказала, что не стоять. Я вчера маленько переборщила. Нет, это по мне. Минут через 30-40 можно сказать, что поцареллу можно делать двумя разными способами. В общем, у нас нет времени ждать 4 часа на чидеризацию, поэтому я сделала вторым способом. Почему я добавила немножко больше, ну, вообще лимонной кислоты, чем положено? В общем, я сделала так, что у меня просто масса сейчас свернулась и чидеризировалась очень быстро. То есть это очень быстрый способ приготовления моцареллы. То есть если мы делаем обычным классическим способом, мы должны нарезать, помните, да, как мы вчера нарезали, слить воду. И он у нас должен отлежаться, вот этот полученный комок, вот это, нарезанное колье, да? Но сейчас я сделаю быстро. Я, в общем, что делаю? Мы тоже сейчас, я ее тоже так, немножко нарежу, но она у нас, видите, какая она плотная. Вот она тянется, она уже, в принципе, уже начала тянуть. Потому что я увеличу, мы его сливаем. В общем, таким образом, сейчас мы подождем пока чуть-чуть социально. Можем поотжимать, в принципе, вот так и берем. В классическом варианте я все это как делаю. И прямо в этой же сыворотке он еще один комок, часа четыре, чтобы вот, ну, набралось. Держать. Сейчас было нагреться. То есть вы видите, на данный момент у нас водяная баня. Кастрюля в ней, вода в нее, ставим кастрюлю. Видите, что у нас здесь эта масса, она в принципе... Вот, посмотрите, пожалуйста, на стеночках она начинает плавиться. Вот, видите, она у нас уже начала плавиться. А, то есть сыворотки, да, должно быть. Наклоните кастрюлю, чтобы присосняли на этой. Пожалуйста. Вот масса уже, такое, плавление пошло. Ну, как вот греется, но подкипает она уже там. Практически, да. Саша, здесь надо сейчас, хорошо, хорошо вытереть пообразь. Здесь прям лучше. А где еще? Да? А больше у нас нет? Если только пакет использовала. И осторожно, то есть у меня электричество тут. Я вообще курина, Маша, я Кубровский. Ну, как ты хотела? То есть мы его немножко плавим на воде ногами? Да. Он уже вот тянется, уже в принципе комок такой получается. Тянущийся. Видите, вот. И до состояния пластилина где-то, да? Да, и вымешиваем. Вмешиваем. Вымешиваем. В общем, вот из этого можно сделать, как косичку. Можно просто шарики моцареллы налепить. Можно сделать сулугуни, то есть комочек. Сделали соленой растворчик положили. Или это сулугуни уже. Соленой растворчик. Либо солью посыпали. Ну вот, я говорю, каждый делает как в митену. Метен уже какой-то. Масса. В общем, мы ее вот так вот и вытягиваем. Сейчас дождемся, когда она совсем начнет плавиться. То есть вы сами видите, да? В домашних условиях все это реально, правда? Ну, немножечко терпения, правильная технология и все это получается. В принципе, масса уже у нас пошла такая, хорошая. Она, в принципе, ниточка пошла уже. Все, уже не нужна наша вода. Обошлись. Я думала, она не пойдет. Поэтому, подай сюда, она подстраховочка. А если не идет, что делается, Наталья? Горячей водой начинаем. Прямо литров, градусов 80, вот так вот, 75. Прямо туда, на маску? Можно на маску, можно в воду. Ну, в общем, нам нужно добиться пластичности. И нам нужно добиться первой ряду. Да, но я не могу ничего делать. Вот здесь. То есть вот она уже пошла. Косичка. Мы ее можем вытягивать в другую, как мы хотим. Великолепно. Вот это минусы мастер-класса. Это минусы первых людок. Да. Ну, в общем. Кошиек лучше вот так вот раскладывать. Надо было мне тоже перчатки давать. А там есть перчатки? Спасибо, что я не хочу. Ты хочешь, да? Я боюсь. Ты мне боишься? Ты тоже не делаешь? Я этого не делала. Вот это мне интересно. Что-то теоретически знаю, но не заморачивайся. Ну, вот. Сейчас она сделала. На днях. Никакой фармин. А, ну то, что вот это. Свои заказки и ферменты. Так. Можно, в принципе, вот. Клубочки намотать. Я тоже такие делаю. Клубочки. То есть тут уже фантазия, простор. Ну, давай с фантазией что-нибудь хорошее. Можно, говорю, вот клубочки. Ну, вот смотрите, опять что-то не получается. Мы ее оборвали. Снова кинули. Забрали. Кинули. И опять помешали. Хорошая музыка. Нет, стул. Зеленый? Слева. Хоть фигурки не играют. Да, ну, в принципе, итальянцы лепят. С коморту матрешечки лепят. Так вот, берут. Делают проволони. Это такие, как, такие подвешенные. А вообще, вот так вот берут. Вот че. Такие матрешечки у них есть. Тоже. Они их коптят, вот так подвешивают, когда они застынут. И потом вот эти фигурки. Вот так вот. Я как-то парикмахер позовала. Подпомните. Марина, вы копченые делаете? У меня коптилки нет. А так бы делала. У меня вообще еще следующий проект есть колбасы. Я мечтаю. Как бы у меня это уже. Я уже все купила. У меня даже закваски для колбас есть. Специально. У меня в следующем году мастер-класс какой-то у нас. Может быть, может быть. А тоненькие ты мне через мясорубку пропускаешь? Ну, ее можно еще тоньше вытянуть. Без проблем. То есть она тянется, как вы хотите. Прям вот выезде. Она же совсем тоненькая. Вот она, вот она, вот она. Что-нибудь внести? Да, внести, что я не кидаю. В принципе, масса хорошая. Миколепно. Очень пластичная. Очень вообще... Хорошо не нахватывается. Сколько она выдерживается вот как бы полного вкуса? А мы сейчас ее в соли поддержим и будем пушить. Нет, а вообще? А вообще? На следующий день, в принципе, на следующий день можно как бы. Следующий день будет. Один из бухих в кулах копченей. Ну, кто не хочет, тот может не кушать, как бы, что, поваляли. Или все вытерпел, а здесь его практически съем. То есть его потом вот коптишь, холодного копчения, когда делаешь рыбу, там, или меса, да? Да, только бочка нужна на литров на 400, чтобы коптить. На дне коптим, на верхушке складываем, чтобы она сначала расслабится при копчении. Ну, можно, в принципе, у кого холодного копчения есть, почему бы нет. Кушай, кушай. Шарики делаю. Шарики делаю? Да, можно шарики делать. Все, посмотрели, сейчас ты как шарики делаешь. Да, я не могу. А что шарики у кого-нибудь? А вот, где мотал, да? Точно, кубики липы. Но вот овечий сыр тоже же маленькими, только вот такими штучками делаю. Мы сейчас делаем соленой раствор, положим туда. Не солили за счет? Нет. На полчасика. Даже так хорошо. Для тех, кто соленое не любит, мне кажется, было вообще лидерой делали, да? Да. Хорошая. На коземку чуть-чуть подаем ничего. То есть придется водичку наливать. Ибо вот выру с кислотностью вот так вот проиграется. Молоко выдержанное, а не 10 часов. Когда доили? Позавчера вечером. Вот молоко. В принципе, вот сейчас водичку. Дома я, конечно, вообще подольше еще делаю. Но я буду еще складывать. Сейчас я сферонку дедаю. Сейчас еще. В принципе. Что же 200 грамм воды подросли? Можно поменьше? 150. Ну, прям вкус молока так приятно. Да, очень приятно. Очень. Мы так рассказываем. Да, мы сейчас дадим, чего теперь. Вот это, наверное, можно. Можно сделать часть не соленую, чтобы соленую. Да, потому что. Ну, вообще, на сколько часа на четыре, да? А? Часа на четыре, что ты не говоришь? Нет, получается соленая. Нет, получается соленая. Прямо полчаса соленая. Давайте попробуем. Все, кто? Приглашаем Рексов. Пришли шучиться. И поесть не нужно. Рексов приглашаем. Пробуем интерес. А дайте попробовать. Сейчас, сейчас немножко. Шибкий интерес. Будем носить пустыню. Ммм, самый вкусный. Вам дать. Ну, сейчас еще с солью полежу. Попробуй сприт. Ну, сейчас я шибу. Что ты делаешь? Тепло, Николаевич. Это еще не соленый. А то, скажете, наварили какую-то не соленую штуку. Это еще не в соленом растворе. Пусть удобно же. Мы что-то даже не свесили с тупой. Соленую. Соленую мы сейчас сделаем соленую. Так, все. В общем, мы сейчас в воду, и полчаса можно погулять. Мы его ложим в соленую воду. Соленой раствор делаем так. 150 граммов соли на литр воды. Размешали. Туда положили полчаса. Все. Размешали, да? Соль. Можно морскую, можно выставить. В общем, посолили мы моцарелку. Можно будет потом либо оставить посушиться, либо убрать в пакет, и чтобы оно лежало в холодильнике. Ну, можно кушать сразу. Можно в рассол. Да, можно в рассоле. Хранить его в более слабом рассоле? Это 1, 2, 3. Нет, она у вас в рассоле это... Подпухать начнем. Можно в сыворотку врать. В сыворотку. Ну, 2-3 дня можно, да. Ну, сейчас, конечно, соленое будет. Ну, вкус будет вообще другой. Видите? Ну, может быть, не консистенция такая, приятная. И она в суситете изменилась, да? Чувствуете, какая вообще другая стала? Была такая дебучая. Сейчас больше. Вот, как скидин, да? А сейчас уже... Сейчас моцарелку нарежем. Ну, хотя бы полдня пролезет, уже не так что-то. А оно вкуснее. Не, если без рассолы, то ничего. В мешне, вот у меня в эти мешки до созревания, я прямо в них ложу, закрываю, и все, ничего там не случается. Моцарелку туда нужно. Да. Да. Если вы интересны дальнейшие общения, я есть на сайте фермер. Скажите, вот, пару слов, как бы, о семинарии, о своем впечатлении. Пожалуйста. Вот, если это интересны дальнейшие общения, то вот я есть на сайте фермер.ру. У меня там есть блог. Заходите. Давайте делаем, как всегда, как всегда, благоторят аплодисментами. А, спасибо большое. Спасибо вам. Наталья моя помощница. Я, как с ней, у нас ничего не получила. Очень рад, что вас тоже встретил. Сыр для меня оказался всегда продуктом очень сложным, который необходимо готовить в сложнейших заводских условиях. Куча обычных специалистов. Но на семинаре узнал, что, оказывается, все это очень просто сделать дома, на обычной кухне, без спецоборудования. Получилось гораздо вкуснее, чем в магазине и без всякой химии. Так что, благодарю. На мастер-класс приехали специально аж с Ханты-Мансийской. Все очень-очень сильно понравилось. Спасибо вам огромное. Приехали мы из Воронежа. Специально на мастер-класс молоко у нас поздно, а нигде не могли ни рецептуру точную найти, как правильно делать молоко. Мучились сами. И вот, когда узнали, что здесь будет проводиться, несмотря, что нам пришлось в поезде два дня сюда ехать, сейчас два дня обратно, мы специально приехали на этот мастер-класс. Ну, и будем делать все это из козьего молока. Потом у нас, кроме козочек, у нас свои индюки, индо-утки, куры. Вот, теперь вот первый наш кролик, который мы везем отсюда. Нам понравился, мы хотим там завести. Нам мастер-класс очень понравился. То есть, я поняла свои ошибки какие-то, пускала, когда делала сыр. И теперь очень могу свой сыр делать, это не будет пропадать молоко. Спасибо, мастер-класс. Скажите, пожалуйста, как вам наш семинар? Вам понравилось? Очень даже. Во-первых, это я впервые участвую. Никогда эти сыры такие не пробовал. Просто сыры только покупные. А тут на глазах делается сыр. Тут же дают его пробовать. Это чудо, я считаю, так. И вкуснота. Так, что еще? Какие вы сегодня с видами сыров попробовали? Греческий, это фета, российский, со специями, плавленый и моцарема. Это чудо. Вот пять сыров за один день, за один суток, и кое-что. Что еще? Сами как, во-первых, вы же как пропагандисты, и знатоки, мастера, люди не знают, как молоко пропадает. Да, мы стараемся, чтобы вот молоко, не пропадало людей. Не пропадало, да. То есть вы пропагандисты, пионеры, первопроходцы. Спасибо. Позроху. Позроху. Продолжение следует... Продолжение следует...